доброе утро сегодняшнее слово это 1 фессалоникийцам 1 послание фессалоникийцам 4 глава 15 и далее 4 15 ибо сие говорим вам словом господнем что мы живущие оставшиеся до пришествия господня непредупредим умерших потому что сам господь при возвещении при гласе архангела и трубе божией сойдет с неба и мертвый во христе воскреснуть прежде потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках сретения господа на воздухе и так всегда с господом будем и так утешайте друг друга сими словами чудесные стихи и надежды каждого верующего хочу напомнить вам о том что на самом деле куда должны быть обращены наши ожидания наша надежда вот сюда к момент на момент когда мы встретимся с нашим господом потому что на самом деле то что происходит в мире ну и то что мы видим сейчас это естественно не первый кризис и не последние трудности которые ждут любого человека на этой земле независимо от того верующего на или не верующий вот ну мы ведь помним что трудности случались и раньше и более серьезные и кризисы и в том числе экономические даже были более серьезные чем сейчас вот и впереди понятное дело что если смотреть на историю продолжать все эти вот вещи которые были раньше продолжать вперед то мы понимаем что в общем то лучше не становится будет только но не хочу сказать хуже да не хочу пугать но жизнь легче не становится на самом деле и правда в том что у нас как верующих нет здесь надежды на земле если будет все хорошо и мы проживем спокойную жизнь слава богу почему нет вот но не на на это нужно рассчитывать не на это нужно возлагать нашу надежду не этого ожидать ожидать нужно пришествия господня смотрите здесь обращение к тем кто остался до пришествия господня мы живущие оставшиеся до пришествия господня мы не будем с господом раньше чем те кто умерли и дальше павел объясняет потому что сам господь при возвещение ну то есть не некая некий голос будет до возвещение запятая пригласие архангела то есть некий голос раздастся что это призыв зайди на небо там не знаю не знаю как это будет выглядеть но написано что некий голос на некий голос небо возвестит некая труба затрубит и сам написано что 16 стих сам господь сойдет с неба и мертвые во христе воскреснут прежде потом мы оставшиеся живых вместе с ними восхищены будем на облаках смотрите одновременно то есть мертвые воскресают имеется виду праведники не все подряд мертвые воскресают а мы как написано в другом месте мы меняемся наши тела становятся совершенными и мы написано восхищаемся встретение господа на воздухе навстречу встретили эта встреча смотрите так всегда с господом будем вот что нас ждет причем интересная вещь как я уже говорил несколько раз для того чтобы это событие совершилось уже не нужно никаких но исполнение никаких пророчеств этот момент может произойти вот это вот событие может произойти в любой момент абсолютно любой момент вот если он это событие еще не происходило до сих пор это не значит что его не будет потому что примеры библия нам дала такие то есть ена ходил пред богом и не стало его просто написано не стало его потому что его господь взял к себе или ну или более так классно был восхищен там огненная колесница прилетела его забрала вот но суть та же самая господь забрал его живого на небо то есть смотрите даже примеры подобного события есть и господь не зря эти примеры дает он как бы говорит что вот это начало это были первые за ним последуют и остальные господь иисус на небо взошел точно так же как мы будем восхищены то есть он поднялся и исчез за облаками может быть мы исчезнем в этот момент может быть как иисус на иллионской горе когда возносился на небо видимо поднялся то есть все видели как он поднимался но это неважно на самом деле нас ждет впереди величайшее событие в истории встреча с господом встреча с нашим спасителем и что нам делать с этой информации 18 стих говорит утешайте друг друга семи словами утешайте вот это дано нам для того чтобы мы имели надежду что как бы там не как бы не прижало на этой земле как бы ни было грустно или но действительно тяжело прям по-настоящему или вообще швах там так что ложись и помирай утешайтесь этими словами потому что однажды все пройдет однажды все исчезнет этот мир который мы видим в котором так много шума и всяких там блестящих и привлекательных штук однажды он исчезнет он уйдет как фантик с конфетки исчезает то есть он рассеется как туман все это но это все не будет и только останемся мы и наш господь и для неверующих это будет самый ужасный момент в жизни а вот для верующих это будет самый классный момент жизни самый удивительный самый вообще долгожданным поэтому утешайте друг друга этими словами исполняйте с надеждой на господа благословит господь ваш день отец наш небесный прошу тебя дай нам утешаться этими словами дай нам пожалуйста сохранять надежду господь не унывать при всевозможных скорбях которые бывают у нас прошу тебя о том чтобы наши сердца не колебались ни от чего не не уходили господь от тебя не возмущались никаким делом или новостью но дай нам пребывать в совершенном мире и ожидать пришествия твоего господь будет прославлен во имя иисуса христа благословит вас господь